МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которая поставила те самые нашумевшие постановки, это были тот же Борис Годунов и Вердзи Аиды, которые снискали любовь публики, и признание в том числе и критиков. В чем причина? Уже удалось разобраться как-то? Ян, действительно, мы сейчас в этой ситуации разбираемся. И, конечно, прерогатива театра решать вопросы такие кадровые в том числе. Но я очень рассчитываю на то, что та талантливая молодежь, которая к нам приезжает и оказывается на территории Красноярского края, все же будет иметь возможность продолжать творить на территории нашего региона. И я надеюсь на разумное решение, которое устроят обе стороны. А с чем объясняют? Скажем так, в процессе переговоров я не увидела каких-то разумных доводов в силу того, что просто закончился контракт у человека. Возможно, да, руководство театра имело право по трудовому законодательству не продлять срочный контракт, который был у надежды. Но с точки зрения творчества, мне кажется, нужно его ставить все-таки на первое место в тех институциях, которые занимаются искусством. Ну, говорят о том, что это все произошло из-за постановки травиаты. То есть то, что травиата была плохо принята руководством, то, что она не понравилась, то, что это считает руководство театра провалом. И в связи с этим решила не продлять вот это соглашение. Насколько это имеет постановление? Я уверена, что причина, конечно же, не в этом. Я была на травиате и видела, насколько хорошо ее принимала и публика, и критики, которые эксперты «Золотой маски» приезжали буквально несколько дней назад и смотрели также травиату, как одного из номинантов на премию «Золотая маска». Поэтому я надеюсь, что все-таки ситуация будет разрешена. И разрешена для обеих сторон положительная. Я считаю, что только имея мощную творческую конкуренцию, в регионе можно получить продукт высокого качества в сфере культуры и искусства. И с руководством театра мы говорили. И, безусловно, они заинтересованы в том, чтобы «Надежда» появилась в ноябре и свою новую постановку на художественном совете театра представила. Поэтому мы ждем возвращения «Надежды» в ноябре. И надеемся, что та постановка, которую она будет представлять, будет одобрена художественным советом. А есть уже понимание, что это, может быть, уже как выгляделось? Это постановка про любовь, но секреты раскрывать не буду. Приятным вопросом. Стало известно, что наш фестиваль Стално-Азиатско-Тихоокеанского региона был признан одним из... Он, по-моему, даже занял первое место как одно из главных туристических событий в нашей стране. С одной стороны, приятно, да, то, что наш фестиваль был отмечен. С другой стороны, это как-то формировка, главное туристическое событие в стране. Вот как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому положительно, потому что отбор участников был очень мощный. Отбор производился по федеральным округам. И, например, в Сибирском федеральном округе и в Дальневосточном федеральном округе, когда предварительный этап перед финалом премии проходил, мы заняли второе место. Но, тем не менее, все те, кто занимали призовые места, также были направлены на финал премии в Ярославль. И всего больше 700 было заявок со всех регионов России. Ну, получается, 68 регионов России заявилось. Из них в нашей только номинации. А номинация звучала как «Лучшее туристическое событие в сфере культуры». Потому что рассматривались, например, лучшие туристические события в области спорта. Детские события рассматривались. Там целый ряд был номинаций, по-моему, их около 12. И мы заявлялись именно в этой номинации, потому что она нам больше всего подходит. Во-первых, это участники из разных стран. Во-вторых, это действительно культурное событие. И поэтому мы заявлялись в этой номинации. И в ней тоже было очень много участников. Это 129 проектов, 53 региона России. Ого! И, конечно, почетно занять первое место именно в этой номинации, потому что она была одной из самых популярных. И, безусловно, то, что такая премия существует, это национальная премия Russian Event Awards. Ее проводят уже 5 лет. И мы в прошлом году в рамках этой премии заняли первое место с фестивалем «Мир Сибири» как лучшее событие по популяризации народных промыслов и народного творчества. Поэтому, понимаете, уже второй год подряд наши события, события Красноярского края, занимают первые места и приезжают победителями. В 2015 году «Мир Сибири», в 2016 году пятый юбилейный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского района. Ну, понимаете, с одной стороны, это такая награда, такая вот хорошая галочка, то, что мы это сделали, нас отметили. Но все-таки вот здесь я еще подчеркну такое слово «туристическое». Я так понимаю, что вот с этим нам придется все равно так или иначе работать дальше. Потому что, ну, понятно, с одной стороны, привезти артистов с разных стран. А ведь хотелось бы, чтобы это действительно был международный проект, который привлекает и международных туристов сюда. Конечно. И для меня это задача номер один. Потому что понятно, что все больше 30 туроператоров, которые работают у нас в Красноярске, были задействованы. Понятно, что есть заинтересованность у жителей других регионов, которые к нам приезжают на АТФ и посещают Красноярск только ради фестиваля АТФ. Но я понимаю, что есть и такие события, которые проводятся, например, на Латаматина в городке Буниоль в Испании, в котором проживает всего 6 тысяч человек. Но при этом он ежегодно полмиллиона человек принимает в качестве туристов только на фестиваль томатов, когда есть возможность у туристов закидывать друг друга помидорами. И для меня вот такое соотношение на несколько тысяч, несколько сотен тысяч. Оно наиболее приятно, потому что тогда я понимаю, что действительно яркая туристическая составляющая, мощная, есть. И если на фестиваль АТФ в 2018 году приедет на порядок больше туристов, тогда это будет действительно яркое туристическое событие в области культуры. И будет понятна та номинация, в которой мы заявлялись. Мы действительно яркие с точки зрения туризма, потому что приезжает огромное количество участников из других стран, приезжают посольства, они, естественно, потом промоутируют нас на территориях своих стран. Но этого мало. Безусловно, для того, чтобы он стал действительно более таким туристическим, с этим надо работать. А что нужно сделать? Вот на ваш взгляд, одно из самых первых? На мой взгляд, нужно, во-первых, работать с целевой аудиторией. Нужно понять, потому что мероприятий в рамках фестиваля проводится очень много, и они такие разнонаправленного характера. У нас и мастер-классы, и лекции, и выставки. И понятно, что многожанровость фестиваля, она изначально была еще в 90-е годы заложена. Но она закладывалась в те моменты, когда, в принципе, фестивальное движение в России было очень скромным. И любой фестиваль, который так или иначе появлялся, и при этом приезжали люди из других стран, он сам по себе вызывал интерес. Сейчас, когда появляются такие проекты, как «День топора в Томске», «Фестиваль русской лени в Ярославле», «Шолоховские какие-то чтения», то есть огромное количество проектов, которые какую-то изюминку берут. Там фестиваль «Варенье» даже появился, там «День леса». Насмотрелись огромное количество проектов, которые представлялись. В Севастополе проводится «Севастопольский офицерский бал». То есть мы находимся в состоянии такой высокой конкуренции, что сейчас требуется то событие, которое не будет направлено абсолютно на всех, и абсолютно все жанры будет представлять. А будет какое-то событие, которое очень четко будет занимать категорию с точки зрения позиционирования, и ее очень конкретно транслировать целевой аудитории. И нам надо понять, кто нам нужен для приезда на фестиваль АТФ. Вот тогда будет понятный приезд туристов, на кого мы ориентируемся. Вот еще одно событие, которое должно стать у нас таким ярким показателем в туризме, это 400-летие Енисейска. Я вот знаю, что вот на этой неделе, буквально в самом конце недели, у нас планируется очень такое масштабное событие в самом Енисейске. Вот расскажите, пожалуйста, потому что вдруг кто-то заинтересуется и захочет поехать. Это событие будет презентовать потенциал туристический Енисейска к его 400-летию. И такой большой десант экспертов в сфере туризма приезжает в сам город. Во-первых, мы проводим очень большой спектр образовательных мероприятий. Приезжают профессионалы, такие как Максим Черепица, например, из Петербурга, или Людмила Сафонова из Екатеринбурга, для того, чтобы для профессионалов рынка туриндустрии, это общественное питание, это, безусловно, места размещения, это те туроператоры, которые осуществляют экскурсии в Енисейске, находятся в том числе в самом Енисейске, а также ТИЦ, который, к слову сказать, появился в Енисейске, туристко-информационный центр, что для нас очень важно. Это говорит о том, что и руководство города заинтересовано в том, чтобы развивать именно туристическое направление. И будут лекции, мастер-классы. Отдельно Сибирская ассоциация гостеприимства привозит гастрономическую тему, которую будет показывать в Енисейске. Отдельно будет и Енисейская кухня рассматриваться, потому что мы же проводим большой фестиваль Енисейская уха в Енисейске. Вот тот самый как раз событийный туризм, он будет конкретно связан с развитием именно этого направления на территории города Енисейска и района. Но помимо самих событийных таких лекционных образовательных мероприятий, будет еще и презентация. Во-первых, тот самый прекрасный стенд, который мы презентовали на Краснодарском экономическом форуме, сейчас уже фактически... Это самая большая панорама, где вот... Самая большая панорама, которая показывает в 3D-формате, каким после реставрации основных культурных объектов на территории Енисейска станет Енисейск в 2019 году. Можно будет немножко даже в качестве туриста себя почувствовать 2019 года на территории города Енисейска, и будет показан этот проект. Также будет презентован бренд Енисейска, который разработан был также к Красноярскому экономическому форуму. После некоторых поправок мы сейчас его для жителей города будем презентовать. Я думаю, что жителей Енисейска касается это больше всего. Они вот увидят, в конце концов, каким городом станет буквально вот спустя пару лет. Конечно, потому что понятно, что есть определенный скепсис, и я понимаю жителей самого Енисейска, когда у них есть ряд повседневных насущных проблем, которые там в течение определенного числа лет присутствуют, и они хотят, чтобы они решились. А мы им постоянно рассказываем, что 400-летие, давайте там праздновать, мы готовимся и так далее. Большая программа на уровне правительства Российской Федерации есть, которую Ольга Юрьевна Голодец ведет и возглавляет оргкомитет. И понятно, что все это очень много всего происходит, но это так, как в системе происходит все такими шагами. Все очень сложно. Проект регенерации, там то, другое, третье. То обычный житель, не видя всего этого, не понимает, что он увидит в итоге в 2019 году и в следующей перспективе, потому что 2019 это всего лишь точка отчета. Для нас дата 400-летия всего лишь способ на российском уровне, на международном, показать Енисейск на карте, заявить его для туристов. И могу сказать, что вот по тем выставкам, на которые мы выезжаем, презентуя потенциал Красноярского края, Енисейск одна из самых востребованных сейчас точек на карте, именно в Красноярском крае находится. Для иностранных туристов, для российских туристов. Енисейск вызывает наибольший интерес. И вот даже динамика, которую мы отслеживаем с 2013 года, показывает, что с 2013 по 2015 год приток уже плюс 16% туристов произошел в городе. Это уже? Это мы еще не предпринимали такие максимальные усилия, скажем так, не имея бренда, не разработав полностью туристскую навигацию. Елена Мироненко, всего доброго, до встречи.